Речные перевозки, дезинфекция общественного транспорта, видеофиксация на дорогах и не только обо всем этом поговорим с гостем нашей студии. Это заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Андрюшин. Александр Александрович, здравствуйте. Добрый день. Итак, начнем с начала речной пассажирской навигации. Несмотря на то, что у нас действует режим самоизоляции, и гражданам, особенно пожилого возраста, приписано находиться дома, не покидать свои квартиры без надобности, дачники, естественно, отправились на свои участки. Однако в день 1 мая около 60 из них не смогли попасть на Большой Уссурийский остров. Судно перевозчика, на котором они должны были отчалить, не выпустили из-за тонна специалисты Амур. Вот путь. Вот ситуация впоследствии вызвала, конечно, немало споров и слухов, домыслов. И вот вы, пожалуйста, как человек в зоне ответственности, которого лежит эта сфера. Расскажите, почему так получилось? Да, здравствуйте еще раз. Действительно, 1 мая в начало навигации утренний рейс до 10 километра не вышел на маршрут, в связи с чем я приношу свои изменения. Управление транспорта перед горожанами. Не вышел он на маршрут по причине неподготовки судна перевозчикам и по Козловским. Хочу сказать, что администрация города заранее готовилась к навигации. Мы провели все конкурсные процедуры в феврале месяце. По результатам конкурсных процедур у нас определилось два перевозчика. Один из них это индивидуальный предприниматель Козловский. Два перевозчика должны были работать на трех маршрутах. Всем перевозчикам своевременно были предоставлены авансы для подготовки флота. Профинансировали мы их еще в марте месяце. 30 числа на итоговом штабе городском с участием всех были подведены итоги, где все доложились, что у всех все готово к выходу и все будет нормально. Но выяснилось то, что спасательные средства у перевозчика и по Козловского не были готовы, поэтому он не вышел на утренний рейс на свой маршрут. Администрации города были предприняты все меры. Мы оперативно провели штаб, вывели резервное судно и рейс, который в 11 часов у нас должен был состояться, он состоялся. Перевозчик уведомил нас, что 1 мая, что в связи с тем, что флот, его корабль не готов к выходу, прошу расторгнуть договор по обоюдному согласию. Значит, мы сегодня, а я все документы вам оставлю, договор с ним располагаем, естественно, мы обратимся в ФАС признать данного перевозчика как неблагонадежного, потому что мы считаем, что такие перевозчики не должны заниматься данным видом деятельности. Вот резонный вопрос возникает, и у меня в том числе, а почему так перевозчик заранее не уведомил, что он не готов выйти в рейс? Мы не знаем, мы тот же самый вопрос задаем, ответа, к сожалению, не получаем, поэтому такая ситуация сложилась. То есть сейчас разбирательство... Да, сейчас мы расторгли договор, значит, обратились в ФАС, администрация в лице управления транспорта и промышленности, поэтому на сегодняшний день разбирательства идут. Значит, на период управления промышленности транспорта заключила краткосрочный контракт, все рейсы выполняются в полном объеме, есть резервный катер, но, к сожалению, вот такая ситуация у нас получилась. Ситуация, на самом деле, непонятная, как я уже говорила, потому как здесь непонятна позиция некоторых депутатов городской думы. Получается, что выполнение обязательств перед горожанами для них, ну вот, не так уж и важно. Ну, судя из того, что происходило в дальнейшем, да, получается, наверное, так. Потому что, значит, мы услышали разговоры про конкуренцию, мы услышали разговоры, значит, не трогайте и по Козловскому. Значит, муниципальный контракт в данном случае это обязательство прежде всего перед горожанами. Горожане ждали эту навигацию всю зиму, значит, для них это праздник, конечно. И вот так поступить, это, мягко говоря, не укладывается, да, у нормального человека в голове. Поэтому нам тоже непонятна позиция этих депутатов, вокруг этого был шум, значит, не расторгайте с ним контракт, значит, он хороший, значит, он дальше справится. Значит, позиция тут однозначная, значит, все договорные отношения с ним будут расторгнуты. И я еще раз повторюсь, мы обратимся, чтобы данного перевозчика признали как неблагонадежно. В общем, время покажет. Время покажет, да. Будем следить за развитием событий, я думаю, потом вы нам еще дадите комментарий по этому поводу. Если мы сейчас опять касаемся пассажиров, граждан, которые ждали начала этого сезона как праздника, мы можем говорить сейчас о снижении пассажиропотока? Ну, естественно, коронавирус, пандемия, да. Вообще хочу сказать, что перед навигацией мы неоднократно проводили штабы администрации города. Мы постарались выполнить все поручения Роспотребнадзора. Значит, теплоходы, которые вышли на перевозки, в среднем пассажировместимостью от 290 до 270, до 310-315 человек, значит, больше 110 человек на борт не принималось, соблюдалась социальная дистанция, так сказать, безопасная, да. Всем желающим, значит, на корабле, у кого не было индивидуальных средств защиты тех же масок, перевозчик мы обеспечили совместно с перевозчиками, значит, сделали, так сказать, фильтр безопасный на входе в корабли, значит, всем мерили дистанционную температуру, поэтому в этом плане все сработали, и те предписания, которые были, не предписания, да, а пожелания того же штаба, значит, они практически все были выполнены. Значит, на теплоходах в первый день навигации было перевезено 910 человек, в среднем до 110 человек на одном рейсе, на одном теплоходе. Хочу сказать, что из года в год количество людей, перевозимых в навигацию, сокращается. То есть, ну да, в прошлом году по отношению к 2018 году сокращение было на 8%, в этом году в начале навигации сокращение людей, меньше стало ездить людей на речном транспорте, ну, почти на 20%. Это можно связать с тем, что, я понимаю, да, пандемия, это одно дело, люди просто распродают свои дачные участки, но потом их меньше становится. Вполне возможно, но в прошлом году было много пожаров на Левобережье, да, значит, у многих погорели, значит, дачи. Кстати, в этом году в том числе и памятки раздавали, ну, значит, чтобы... Осторожнее с огнем. Осторожнее с огнем, да, поэтому, наверное, все в совокупности, да, и приводит сегодня к тому, что у нас пассажиропоток на речном транспорте сокращается. Вообще, эта тенденция последних лет 5, наверное, идет. Ну, сокращение с сокращением, главное, чтобы все это было безопасно для здоровья тех, кого перевозят теплоходы. Сейчас давайте от теплоходов перейдем к городскому общественному транспорту, к его пассажирам. Вот в предыдущие два месяца можно говорить, что там пассажиропоток прям заметно снизился? Конечно. Я хочу сказать, что до 15 марта, до 13-15 марта пассажиропоток был там 127 тысяч человек. Сегодня перевозим примерно 55-52 тысячи человек, ну, в зависимости от дня. Сегодня весь автобусный парк работает по расписанию выходного дня. Значит, конечно, оно подразумевает сокращение рейсов. Управлением промышленности транспорта мониторится ежедневно потребность. Там, где необходимо, значит, добавляется периодичность рейсов. Но в целом пассажиропоток упал в первых две недели, ну, с 13 марта по 1 апреля практически в три раза. Сегодня в два с небольшим разом. Вот с одной стороны можно говорить, что, да, конечно, для предприятия это, естественно, убытки. Но с другой стороны, какие ответственные граждане у нас сказали сидеть дома, сидят дома. Но, опять же, да, вот сейчас, несмотря, что у нас режим самоизоляции в крае продлен до 1 июня, все равно с 12-го числа многие жители начали выходить на работу. И вот здесь вопрос такой. Количество автобусов, ну, вот в этом случае нечется. Ну, я приведу пример. Сегодня на линию выходит примерно в день 460 транспортных средств общественного транспорта, в том числе там и электротранспорт. Вот. Мы каждый день отслеживаем ситуацию. Ну, если брать, допустим, с 12 мая, да, рост пассажиропотока составил 5,5%. То есть там, где это будет необходимо, мы ежедневно проводим штабы и селекторные совещания с перевозчиками. Там, где это будет необходимо, значит, по отдельным маршрутам мы, естественно, будем добавлять. Сегодня жалоб о том, что недостаточное количество общественного транспорта выходит на линии города, их нет. Это хорошо. А вот насчет жалоб по качеству дезинфекции автобусов, троллейбусов, трамваев, такие жалобы поступают от граждан? Единичные поступают, да. Единичные. Но хочу сказать, что поручение мэра с самого начала было особый контроль уделять общественному транспорту. Поэтому транспорт три раза в день обрабатывается. Это капитальная обработка при заходе в парк вечером. Это два раза в день обработка, значит, на остановочных пунктах. Поэтому, значит, управлением транспорта создана комиссия, куда входят представители, в том числе и Роспотребнадзора. И за вот этот период времени было проверено больше двух тысяч единиц транспортных средств. То есть, ну, понятно, что эти транспортные средства, если их 500 выходит на линию, да, то они неоднократно проверялись, да. Поэтому здесь надзоры, контроль существуют и существуют ежедневно. Нарушения были выявлены за это время? Ну, практически все стараются выполнять те требования, которые есть. Практически все. Значит, я хочу сказать, что вот на одном из последних штабов была поставлена задача определить места дезинфекции транспорта общественного. Таких мест 38 у перевозчиков. Все эти места доведены до сведений Роспотребнадзора, где они находятся. Поэтому также на них будут выезжать, смотреть, как все это обрабатывается. Как это выглядит, это место? Это не помывочный пункт? Это совсем другое? Это не помывочный пункт. Это на производственных базах предприятия организованы. Ну, это не помывочный пункт в привычном понимании, да. Каждый, значит, приспосабливает там помывочное устройство так, чтобы ему обработать, помыть этот автобус. Моют его в комплексе и салон, и снаружи, значит. Поэтому 38 таких площадок есть. То есть ежедневно? Ежедневно, да. У перевозчиков городских. А если вот говорить про вот эти самые помывочные дезинфекционные пункты, таких ждать появления в городе? Нет. А 38 пунктов есть. Потребности нет, да? Ну, там за это время совместно с МЧС, значит, с специальными машинами. Помимо остановочных пунктов в городе постоянно обрабатываются места большого, ну, скажем так, небольшого, а мест пребывания людей. Дероятного скопления людей. Парки, да. Железнодорожный вокзал неоднократно, автовокзал. Поэтому эта вся работа ведется. По заявке Министерства здравоохранения мы включились и обрабатываем, значит, те больницы, которые на территории города есть, значит, те прилегающие территории вокруг этих медучреждений. Поэтому эта работа тоже ведется. Вот мы сейчас от речного пришли к общественному транспорту, от общественного к такому уже более, ну, не личному, конечно. Теперь ведь будут проверять, как и такси борются с коронавирусом. Да, мы собирались с ассоциацией дальневосточных таксистов, довели до них все требования, которые сегодня есть у Роспотребнадзора. И сегодня создана рабочая группа вместе с управлением транспорта, Роспотребнадзором будут осуществляться выездные проверки, выборочные, смотреть, как это будут делать. Ну, выборочные, то есть заранее никого предупреждать не будут? Никого предупреждать не будут. А что должны будут делать водители такси без инфекции? Да, и требования, ручки, дверей, значит, поверхности, панели все вот эти. Да, конечно, да, то есть все эти требования они знают. То есть минимально, по максимуму, минимально будут выполнять свои обязанности. Вот мы уже говорили о том, что, да, снижение пассажиропотока, это, конечно, влечет за собой, и снижение прибыли. Все предприятия в этот период непростой терпят убытки, и мупы, и, конечно, вот транспортные мупы, не исключение, да, но очень весомые потери. Да, потери весомые. Я хочу сказать, что по транспортникам недополученные доходы с 13 марта по сегодняшний день свыше 65 миллионов рублей. В том числе и, конечно, потери муниципального предприятия. В том числе мы сегодня проговорили, значит, с транспортными предприятиями, они готовят все затраты, в том числе и по, связанные с санитарной обработкой, там дополнительно еще примерно 7 миллионов рублей, скорее всего, будет цифра. Поэтому мы все это считаем и надеемся, что в дальнейшем будет компенсация какая-то предусмотрена. Откуда вот эта компенсация должна быть предусмотрена? Ну, мы будем вести диалог с краевым правительством, чтобы эти деньги каким-то образом были доведены до перевозчиков. Сейчас вопрос, который касается и перевозчиков, и водителей, и пассажиров, и вообще всех жителей нашего города. У нас пока, наверное, к счастью, не введена система отслеживания нарушителей масочного режима, но у нас есть система видеонаблюдения в городе. Но, правда, не все пока довольны ее работой. Вот в этом году мы можем ожидать, что наконец-то видеофиксация действительно заработает как надо? Система видеонаблюдения в городе есть, свыше 350 камер на сегодняшний день работают. Система заведена на пункт полиции, который находится на Тимирязево. Мы сегодня провели полную инвентаризацию, мы определили, где какие ремонтные работы необходимо сделать. Мы сегодня определили, где необходимо провести замену видеокамер самих. В бюджете города на эти вещи была предусмотрена небольшая сумма. Мы надеемся, что мы в доле софинансирования с краем, мы предусмотрели чуть больше 3 миллионов, 8 миллионов. Мы рассчитывали, что получим с края для как раз вот этих вот работ. Сегодня документы все эти прорабатываем, но будем надеяться, что получится это финансирование получить. Ну и также система видеофиксации будет в рамках БКД большой программы федеральной, которая в городе Хабаровск с 2016 года работает. На этот год мы по этой программе отремонтируем почти на миллиард 600 улиц, новых объектов. Всего это будет порядка 86 объектов с новыми светофорами, поэтому работаем в этом направлении. Все предприятия, которые здесь задействованы, они сегодня вышли на дороги, мы это видим, небольшие неудобства. Хочу сказать, что к работам мы к этим приступили в начале апреля. Все конкурсные, практически все конкурсные процедуры были проведены в начале года. И у нас есть стопроцентная уверенность, значит, что мы все эти работы, те планы, 43 с лишним километра дорог, которые мы наметили сделать, мы их сделаем. На особом контроле эта работа стоит у мэра города, еженедельно заслушивается выполнение, что, где, какой километраж сделан, значит, поэтому тут спуску не будет никому. То есть, даже если чуть-чуть есть отставание от плана, то вы уверены, что их нагонят? Да, но есть и независимые факты, дожди, допустим, есть виды работ, которые нельзя делать. Поэтому я думаю, что мы своевременно все сделаем, и вопросов к нам не будет. Опять же, тут нужно обратиться, я думаю, к водителям личного транспорта, чтобы были более терпимы, потому что благоустроенные качественные дороги – это наше общее дело. Вся информация по ремонту дорог находится на сайте администрации города, значит, можно и в управлении, на сайте управления дорог, значит, можно все это посмотреть. И заранее проложить свой маршрут. И заранее проложить свой маршрут, да. Я такие примеры приведу, мы в этом году, мэр давно говорила, большое количество обращений горожан было к мэру города отремонтировать улицу Шелеста, и мы по поручению мэра эту улицу будем делать, и она уже делается, четырехполосная. С ливневкой хорошей, с освещением хорошим. В этом году восточное шоссе, часть ремонтируется, в этом году Карломарк, Самуровио-Амурская вся будет в новом асфальте. Поэтому большой объем работ, но не только в центре города, мы проводим ремонты и на периферийных улицах, в южном, в северном районах. Поэтому работы много. Но на самом деле отрадно, что работы ведутся, несмотря на то, что вот такая у нас ситуация сложная в мире, в России, в городе. Работы ведутся. На всех предприятиях, особенно муниципальных, соблюдается утренний фильтр, меряется температура, приходящая на работу работникам. Выдаются средства индивидуальной защиты, маски, перчатки. Поэтому здесь тоже пожелания Роспотребнадзора мы стараемся выполнять. Александр Александрович, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на вопросы, интересующие не только нас, но, естественно, и жителей города. Я надеюсь, что вы будете к нам приходить впредь в студию, отвечать не только на эти вопросы, но и на другие, обсуждать их как-то. С удовольствием. В вашей студии готов встретиться с любым представителем власти. Поэтому с удовольствием буду приходить. Если кто-то хочет обсудить в дискуссии, буду только рад. То есть вот за этим столом вы готовы встретиться с любым, кто изъявляет желание? Да, на любую тему, на любой вопрос. Будем ждать этих встреч и внимательно следить за развитием дальнейших событий. Я напомню, что гостем студии был заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и взаимодействию с правоохранительными органами Александр Андрюшин. Александр Александрович, еще раз. Спасибо. И здоровья вам. Спасибо вам. И вам здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова